Внешне независимое оценивание знаний Разовые премии в размере 20 тысяч гривен предусмотрены для победителей всеукраинских ученических олимпиад. По 100 тысяч гривен из президентского фонда будут выплачивать победителям международных олимпиад. Внешне независимое оценивание остается как есть, лишь в зависимости от того, либо мы державную пицунковую аттестацию сдаем в школе, либо засчитываем ее как внешне независимое оценивание. Дети с временно оккупированных территорий, они будут сдавать ВНВ? Нет, это за инициативой президента Украины Владимира Александровича Зеленского. В прошлом году был принят специальный закон, который позволил детям с временно неподконтрольных территорий поступать в университеты Украины без внешнего независимого оценивания. Кто будет финансировать поставку дезинфекторов в школы в соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм? На сегодня заместитель министра финансов озвучил, что есть остатки прошлогодней субвенции в сумме 5,4 миллиарда гривен, учитывая то, что в прошлом году депутаты внесли изменения в бюджетный кодекс и разрешили использовать остатки прошлогодней субвенции на дезинфекторы, на средства индивидуальной защиты. Эта норма в этот год остается. Кроме того, в бюджете предусмотрены также средства на индивидуальную защиту и плюс в прошлом году по остаткам министерства, по резервам мы распределяли тоже полмиллиарда гривен на эти средства. Я думаю, что и в этом году будет то же самое. Но по школам основным источником есть местный бюджет по обеспечению. Государство тоже будет работать в этом направлении. И я думаю, что мы в любом случае наше образование будем решать. Вопрос 12-летнего образования. Давайте объясним нашим зрителям, что здесь будет предусмотрено и что это за инициатива. Вопрос 12-летнего образования начался не год назад, не два года назад. Он начинался с момента вступления нас в Болонскую декларацию. Это еще министр Николаенко в 2005 году подписал. А когда внедрялся первый этап внедрения 12-летнего образования, начинал министр образования Василий Григорьевич Кремень. В 2010 году поменялась ситуация. С 12-летней мы вернулись на 11-летнюю форму. Однако, если мы хотим, чтобы наши дети имели те же самые права и возможности, что в большинстве стран мира и Европейского Союза, есть некий временной этап, когда засчитывается образование. Например, в некоторых землях Германии для поступления в магистратуру ты должен получить 15,5 лет непрерывного обучения. То есть это 12-летняя школа плюс 3,5 года бакалаврат. Если у тебя нету 15,5 лет, есть 15 лет, в этой части ты где-то полгода будешь доучиваться на специальных курсах. То есть набирать осветный компонент, образовательный компонент до определенного временного интервала. Поэтому мы, если мы не хотим своих детей ущемлять в определенном аспекте, то мы должны идти в мировых тенденциях. Означает ли это, что дети наши, которые хотят поступать в европейские вузы, должны иметь вот этот необходимый, скажем так, образовательный стаж? Это обязательно означает, более того, ведь не секрет, что несколько лет назад наших детей, которые учились 10 классов, не брали на первый курс, например, немецких университетов, должны были либо после первого курса нашего университета зачислялись для того, чтобы набрать определенную квоту по времени, либо они доучивались там на определенных курсах, то есть получали определенный временной образовательный компонент и только после этого поступали в университеты, в частности Германии. Разговоры о том, что не все дети могут попадать в 10-11 классы, это разговоры о том, что не для всех будет высшее образование. Вот буквально недавно эти слухи начали муссироваться. Да, это в прессе появлялась такая информация, причем активно разгонялась. Могу сказать, еще раз подтвердить, что любой ребенок, закончивший 9 классов, и желающий учиться в 10-11 классе, будет учиться в старшей школе. Внедрение старшей профильной школы запланировано с 2027 года. Действительно, есть коллизия в законе Украины про полную загальную среднюю свиту, где есть привязка под некую наполненность территориальной громады, там 50 тысяч условно, и необходимый объем 4 класса на параллели. На сегодня эти все проблемы мы знаем. Вместе с комитетом уже подан неделю назад законопроект, который позволяет даже для старшей профильной школы, которая заработает в 2027 году, снять все эти ограничения. Будет 2 класса, которые не 4, а 2 класса на параллели, будет 3 профиля, будут все эти изменения вне зависимости от количества жителей территориальной громады и так далее. То есть я очень надеюсь, что в марте месяце будет принят этот закон уже во втором чтении, и мы получим нормальную ситуацию, которая будет соответствовать всем тем нормативам, которые сегодня способна выдержать Украина, образовательная система Украины. Реформа вузов, она назрела, она необходима? Что министерство планирует в этом направлении? Объективно меняется мир, в результате объективно меняется рынок труда. Самая главная задача любого университета, любого высшего учебного заведения, это дать на рынок труда конкурентоспособного специалиста с определенными преимуществами на том же рынке труда. Если университет не будет развиваться, то университет имеет сегодня очень широкий перечень автономии. В рамках формирования своих образовательных программ, в рамках определенной образовательной траектории, которые университет сам строит под те или иные потребности того же работодателя, либо общей технологической, например, ситуации по развитию. Я, когда был ректором, у нас фактически ежегодно обновлялись наполненность образовательной программы, потому что курсы меняются, технологии меняются. Особенно это в высокотехнологичных отраслях, как IT, как кибербезопасность, как те же радиоэлектроника и так далее. Реформа, ну здесь реформа министерская, это вместе с комитетом Верховной Рады, это некие законодательные подспорья, скажем так, для развития. А университет в рамках автономии должен следить за рынком труда, за работодателем. И в конце концов, ну он должен удовлетворять потребности и детей, и родителей, которые этих детей отправили туда учиться. Стипендии, гранты лучшим ученикам, инициатива президента Зеленского, я так понимаю, министерство это поддерживает. Можем ли мы говорить о каких-то суммах и условиях получения этих стипендий? На сегодня указ президента действительно это еще одно безоговорочное подтверждение того, что президент в приоритете ставит образование. На сегодня положение про эти стипендии и гранты находится на согласовании по центральным органам. В целом, по году, вот вся эта позитивная история, где-то 40-50 миллионов гривен. А эти деньги есть у вас? Эти деньги будут, я сегодня как раз говорил с Владимиром Александровичем, это деньги будут из фонда президента, которые есть в государственном бюджете. Это его программа, это его история поддержки образования, и это он с этой инициативой выступил. Это речь идет о студентах? Совершенно верно. Сергей Шкарлетт, министр образования и науки Украины, был у нас в гостях. Мы говорили о внешнем независимом оценивании знаний, о том, как это будет проходить в этом году. Мы говорили о том, чего ожидать абитуриентам с временно неподконтрольных территорий и обо многом другом. Если у вас остались вопросы, пишите нам, пожалуйста, в комментариях и подписывайтесь на наш телеканал в Ютьюбе. Оставайтесь телеканалом дома, мы с вами обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok